У нас сегодня плановый металлогический семинар. Тема семинара «Казачья и казахская государства позднего Средневековья в источниках Сифиридского округа». Докладчик А.В. А.В. Занеситель метра по научной работе. Это встреча наук. Доцент. В. Леониде. В. Леониде. Металлогический семинар «Казахстан» была врача. Везетный металлогический семинар. В. Леониде. В. Леониде. В. Леониде. В. Леониде. Здесь мы были депреждатками, мы можем полноста казах, казаки и казах, которые спрашивают, с полными соединениями источника сирийского круга. Работа по данной теме началась еще в прошлом году, но когда мы задумали эту тему, наша цель была как бы пополнить источников по истории казахского странства, по истории казахов, и мы взяли намеренно группу сирийских источников. Хорошо знать, что основными источниками по истории средневекового периода являются письменные памятники, которые написаны за пределами Казахстана. Казахстан в целом, это восточно, с сибаницскими историками, сибирийскими историками, чехотерийскими историками. Раньше я полагал, что это связано с тем, что у казахов не сохранились источники, так как они были вели кочевой уровень жизни. Но здесь, оказывается, есть момент другой, что не только этим связано. Вообще этот период, историческая наука, не отличается особой продуктивностью. Мы хорошо знаем источники, которые написаны сибаницскими историками. По истории казахского ханства имеется только один источник. По истории крымского ханства тоже один источник. Также и по казахскому источнику, который написан самим в этих государствах. В этих государствах, которые все-таки относятся к оселу государств. Поэтому мы говорим, что это только связано с тем, что казахов не стоит. По анагайскому вообще не знать никаких источников, кроме дипломатико-переписки в российских архивах. То есть письменных трусов, как показалось, немного. Поэтому мы в основном опираемся на источники, которые написаны за пределами Казахстана, которые имеют свои направленности, которые имеют свои идеологические какие-то основы. И мы вот взяли тем сифилистский источник. Что подразумеваемое под сифилистским источником? Вообще, прежде всего, что такое сифилистское государство? Государство сифилистов – это государство, которое существовало начиная с 16 века по 1722 год на территории современного Ирана. Территориальные отношения – это Иран, основная часть Азербайджана и некоторые районы современной Армении. Государство сифилистов известно по источнику как государство Казылбаши. Казылбаши нам тоже известны по нашим поликторным материалам. Казылбаши и другие народные предания связывают историю, отражая некоторые моменты в истории взаимоотношения казах и Казылбаши. Казылбаши, то есть в данном случае в мире. Интернативная ситуация Казылбаши была новой. Вы помните, писали некоторые, что это относится к периоду Казанхана или Надешаха. Если время Казылбаши, то тогда не было Казылбаши, то есть не было такого государства, не было такого обстоятельства племян, как Казылбаши. На Дешахе Казылбаши уже не существует. Это уже самостоятельное другое государство. Поэтому историю взаимоотношений казахов с Казылбаши датируют только в XVI – начале XVIII века, не более. До последнего времени мы не располагали письменными источниками по взаимоотношениям казах и сифилистов. Казылбаши – это чуркоязычные племена, надо это учесть. В целом, это чуркоязычные племена. Там основа по источникам разная, то есть вначале оно фигурует как семь племен, потом расширяется до девяти племен, потом расширяется до двенадцати племен. Известные племена здесь многие – Румлу, Шамлу. Начиная с XVI века в источниках начинает фигурует время казахлу, казахлах. Хушудьян, например, армейский историк, считает, что ульга казахов связана с казахами. Тоже это вопрос, который надо исследовать, рассматривать, потому что ульга казах или казахский район Азербайджана несколько специфичный. Там есть свой особый диалект азербайджанский язык, есть свои особенности в хозяйственной жизни. Пока я не встречал работы этнографического плана, которые бы рассматривали казахское население Азербайджан. Это первое пояснение по тому, что я считаю. Исходя из этого, я считаю, что сифилистскими источниками я называю сочинениями, которые написаны на территории сифилистского Ирана XVI-XVIII века. То есть я взял за основу принцип классификации территориально-временной. Есть другие, конечно, классификации. У Юдина политическая классификация, которая определяет, что по политической принадлежности, по политической ориентированности. Вообще по классификации казахстана не очень много работают, хотя в исторической науке существует 7-8 различных классификаций источников. По характеру, по типу, по направленности. Вот. Вот именно исходя из территориально-временной характеристики я взял именно чирилистские источники. Второй момент, который я все-таки хотел здесь отметить, пояснить, это мы называем казахским государством, по имени сырников казахского Ирханства. Ну, это традиционный, устоявшийся историческая литература, устоявшийся историческая литература термин. Но более, наверное, все-таки я бы его называл применительно к употреблению внутри самого казахского населения, казахским кулусом. Потому что термин казахское ханство встречается впервые в работах Киншпаева. То есть мы посмотрели литературу и только у Киншпаева впервые применился термин казахское ханство. Более ранних работах называется казахский союз, казахская орда. Между прочим, известный казахский писатель Мухтан Магавин предпочитает называть казахской ордой, а не казахским ханством. Но здесь тоже по терминам орда есть разные мнения все-таки, но надо понять, что термин орда – это обозначение более русских источников. В среде восточных источников более часто фигурует термин казахский кулус. Поэтому в казахской устной литературе мы говорим «казак улусы», «улусты мы уловины», то есть термин «уст». По этому вопросу по активистике наименований казахского ханства имеется в статье «Ханата Зуркарыши Сюзкембай», где он на основе Рузбекхана рассмотрел наименование казахского государства. Кто-то считает, что это свое население называло казахский ханство казахским улусом. Это то, что касается того, что мы называем казахским ханством. Будем употреблять термин казахской, как устоящееся, как принятое. Ну, и третий момент, это здесь еще надо отметить, это проблема, почему мы называем казахским, вообще, проблема государства. Мы называем казахским, казахским, казахским государством. Ну, я бы не хотел бы, конечно, углубляться в этот вопрос. Проблемы государства у кочельников достаточно сложные, до сих пор дискуссионные. Вы знаете, есть три мнения относительно данного мнения. Одни отрицают, полно отрицают существование государства. Другие признают существование государства у кочельников с некоторым наговором, в особых случаях таких. И третьи говорят о том, что у кочельников существовало государство. Ну, это очень такой проблемно-теоретический вопрос. Вообще, относительно теории, немножко надо быть, как бы, скажем, осторожным. И я себя не отношу никак к теоретикам, поэтому я сейчас, в данном случае, воздержусь от теоретического основания этой темы. Ну, просто, вообще, мне нравится вот это. У Герта есть хорошее высказывание. Теория суха, отреда жизни, точно цветет. То есть, не только теоретически, но вообще, жизнь более богаче, чем теория. Здесь есть много моментов по вопросу государственности кочельников. Вопросы упираются в терминологию, в разные атрибуты государственности, да? Где-то полное наличие, как сказать, каких-то атрибутов, да? Не гарантирует, что это государство. Ну, просто, помните, была в свое время знаменитая гидравлическая теория Гиткопеля, да? Ну, со временем она была отвергнута исследованием, поэтому к теории я все-таки отношусь более, как бы, сдержанно. Ну, здесь я бы хотел отметить, при всех атрибутах, которые требует от государства, сейчас новые исследователи определяют, кроме этих общеизвестных атрибутов, да? Такие моменты, как ментальность. Да. У ягд, в основном, есть хорошее отношение. Государство не только общественное организация, но и общественное сознание. Поэтому это сознание должно быть основано на хозяйственных и культурных особенностях того или иного народа. Поэтому для того, чтобы говорить о государстве, да, его атрибутах, да, нужно знать все-таки ментальность исследуемого народа, его язык в первую очередь. Без знания языка говорить об исследуемом народе все-таки не совсем оправданно. Да, здесь очень много вопросов, даже по... Вот по современным понятиям государства, да, я думаю, я бы отметил, есть такое мнение. Государство, политическая организация, вот я просто привожу к цитирую, Государство, политическая организация выполняет основные функции по управлению общества. Ее главным атрибутом является территория, население, публичность, власть и суверенитет. Ну, исходя из этого, вот, последний суверенитет имеет очень важное значение. Даже вот в современной истории, я не являюсь историей специально в полусоветском периоде, но даже Казахская СССР в этом отношении не может быть признана суверенным государством, так как при всем наличии государственных атрибутов, при всех закрепленных на конституциях положениях, она не обладала суверенитетом, она не была объектом международных отношений и заключала международные договора, имела свою вооруженную силу. То есть, есть очень много вопросов. Ну, я думаю, что есть принятый исторический гимналистический подход, и исходя из этого, все-таки мы должны трактовать факты с позиции изучаемого времени. Если мы изучаем факты периода Средневекового, мы должны исходить из позиции населения Средневекового периода. Что же под государством понимало население Средневекового периода? Вот, после, он больше во времени. И, рядом, подсоединенные исследования пишут о том, что под государством понималась предыдущая мастер Хан. Современный исследователь Бачикай отмечает, Хан, где правящий род в целом, олицетворял собой государство. Преступления против государства и против представителей ханской династии отразделялись. И наказание за них устанавливается одинаковой формы тяжести. Хан – это есть государство для периода, скажем, хотя бы до… после монгольского периода. И это особенно подчеркивается в источниках. Чурас, например, отвечает. Дисконные обычаи монгольских султанов состоят в том, чтобы каждого, кто с пасхи годами считали ханом и хаканом, и ему повиновались. Служение султанов является средством вечного могущества и бесконечного благополучия. Тарики Абрухаир Ханин – это источники, которые говорят, что хан – это государство, и функции хана – это государственные функции. И этот же момент хорошо отразился и в казахском обществе, в сознании. Это учреждался в казахском обществе. Поэтому казахи говорят «тюресис джиргумы», «тюресис зиргумы». «Джаулаган хан хран бас, хан кисай сагарон бас». Все это казахское поэзи отражало и впитывало в мозги населения то, что хан является носителем государственной власти, именно государством. Поэтому казахское ханство, ну и я, по крайней мере, следует за другими, следовательно рассматривая как государство, так как казахское ханство было субъектом международного права. Оно заключало с соседними государствами дипломатическое отношение, было переписку из источники. Например, этот «Опись царского хакива 16-го века», «Ящик 38-го». В нем книги из списка казанских приказом царей. «Сегодня мы располагаем документами, официальной перепиской чинфибийских шахов с казахскими ханами, в частности, Тауге хана. То есть, к сожалению, пока нами не обнаружены источники, исходящие из внутренних казахскими, но есть письма об ашахахе от Тауге хана. О них я немножко внизу остановлюсь. Так, исходя из этого, мы взяли в круг царевских источников, и началась работа по выявлению сведений о казахах и казахской осударности 16-го века». В целом, рукописи и сочинения времен цифербитов достаточно много. «Историй» в описи ферсидской историографии приводит более 70 названий источников временных цифербитов. «Основная часть хранится в Иране, большая часть хранится в библиотеке «Меджилис» Ирана, Тегеранского университета, частной библиотеке «Ходжималейка». «Иранские ученые проводят большую работу по изданию этих источников. И, исходя из этого, мы определили круг перспективных источников, которые необходимы для изучения истории Казахстана, которые могут потенциально содержаться сведения по казахам. Мы их условно разделили на две группы – это нарративное сочинение и документальные источники его. Документальных источников мало, поэтому я только что говорил, на них остановлюсь. Это дипломатическая переписка сефиридов с казахским механом. Хобби этих писем хранятся в Национальной библиотеке Ирана. Один из документов уже переведен на казахский язык. Эти документы годируются в 1661-62 годах, в 1692 и в 1693 годах. Сефиридские правители пишут о Казахстане и признают его как потомка Чингисхана, как владетельного человека в степи и высказывают его уважение. А если говорить о нарративных источниках, то нарративные источники, некоторые из них давно известны. В частности, Нусахи Чеханара Кази Ахмеда Кафари Тарихи Хайдари, Хайдар Рази обошли взводник СМИЗО, в переводе Барона Тезингаузы. Обе-то источники относятся к трудам спасе в общей истории. Нусахи Чеханара написаны в 1564-65 годах и в последующем Шахутах Маску. Использованы многие исторические сочинения, предшествующие времени. В целом, комплективный характер носят по истории. Казахстан имеет отношение его свинения по истории Ахорды. История Ахорды и казахский хан эти оба источника рассматривает как продолжение. То есть казахские ханы и другие казахские ханы фигуруют как ханы Ахорды. То есть это продолжение. Что мы говорим в Ахордах про образ казахского Ахордах? И здесь указываем территорию Ахорды указывается. У Хази Гафарих сегодня доводится до правления Хакназара. Он заканчивает так. Как назвал сын Казы Гафарих, после арта Севна Царствия и теперь является повелителем Деши. Ну это сочинение написано в 16 веке. Отражает ситуацию на этот период. Ахордахи Гафарих также рассматривает историю Ахорды. Ахордахи Гафарих заканчивает рассмотрение этой Ахордахи Гафарих, правлением Ахирхана казахского Ахана. Вот это более неизвестное сочинение. То есть Ахордахи Гафарих – это источник 17 века, написан в 1612-1619 годах. Ну, конечно, конкретитивность надо признать. Он заимствовал из других источников. Ну, некоторые из этих источников, из которых он связан, уже у нас не нашли. Поэтому тоже анефициенты. Потому что есть какие-то фразы, которых нет в других источниках. Это, если Дусахи Гафарих и Гафариха Гафарих более-менее известны, да, и уже как бы в научной сфере обработаны, то новым источником, который сейчас на данный момент вводится, является Аламаришах Исмаим. Оригинальный источник. Имеется уже перевод в Иране, как он написал язык. Ну, Ахордахи Гафарих неизвестен. Сочинение. Время написания сочинений тоже спорное. Потому что некоторые исследователи... Там источник указан в 1675 год. Но некоторые источники считают, что это не время написания источника, а время его обработки. То есть в 1675 году она вот эта обработка, а сочинение само было написано более ранее. И вот есть несколько источников. Арамарея Шах Исмаил, Арамарея Сейфири и Харихи Шах Исмаил. Вот эти три источника, сведения между ними, внутри их совпадают. Вот последний источник, Арамарея Шах Исмаил, вот уже точно установлен, написан в первой половине шестнадцатого века, между пятьсот двадцатым и пятьсот сортовыми годами. По всей видимости, для Арамарея Шах Исмаил основой именно послужил эта рукопись, которая называется Тарихи Шах Исмаил. Тарихи Шах Исмаил, он хранится в единственном экземпляре, хранится в Великобритании. Раньше хранился Индиан офис, но последнее было сообщение, что оно было передано британским библиотекам. Несколько лет назад я пытался получить копию этого источника, но тогда не получил, но сейчас предпринимают еще попытки получить копию. Необходимо сравнить все три рукописи и выявить. Если Арамарея Шах Исмаил идентичен, а это подчеркивают туркменские и азербайджанские исследователи, идентичен к Тарихи Шах Исмаилу, то подлинность источника мы можем не сомневаться. Средние источники настолько уникальны, настолько оригинальны, что даже у меня вызывают некоторые, скажем, сомнения к легендарности. У них жалостей нет. Даже если бы это был фальсифицированный источник, но в любом случае фальсифицированный источник сейчас целен, потому что он не могло как-то появиться, его надо искать, почему она появилась, кто заказал, какие цели были этого источника. Но я не сомневаюсь, что это был подлинный источник, потому что все-таки все три источника совпадают. Что оригинальному в Арамарея Шах Исмаил? Арамарея Шах Исмаил содержится сведение о участии казахов в борьбе узбеков и сифидитов во время правления Касым Хана. В этом источнике мы впервые узнаем о сыне Касым Хана, которого называют Абол Хаил Хан. Ни в одном другом источнике мы не знаем, не решили ни Абол Хаил Хан. Как вы знаете, в начале XVI века между Шейбанином и Сифидитом Вячеславом Арбазе, и Сифидитские правители, одержав какой-то в первый момент над Шейбанинами, фактически начали угрожать среднеазиатским владениям и Туркестаном. В связи с церковью узбеки обращаются в помощь к Касымхану, направляют своих послов к Касымхану с просьбой оказать помощь в борьбе с сейферитами, сейсмаирушаха. В этом источнике имеется оригинальное сведение о некотором объяснении того, почему между Мухаммедом Шейбани и Касымханом были стычки в начале 16 века. Даже есть у них сведения, что когда Мухаммед Шейбани пошел завоевывать тимуридские владения, он обещал чайкань от имени Касымхана монету и упоминать его пятничные молитвы, хутбе. То есть это атрибуты государственного признания. И после завоевания Средней Азии Шейбани стал печать свою монету и упоминать свое имя в судьбе. Но и это вызвало негодование Мухаммеда Шейбани, ай, Касымхана. Но после смерти Шейбани в 510 году в борьбе с тюрками в 510 году, узбекские султаны были настолько слабо в состоянии политически, что здесь в Средней Азии Средней Азии Шейбани в 510 году, и узбекские султаны направляют своих послов к Касымхану. И вот в этом источнике есть очень интересное сведение о самом Касымхане, о его плоне. Касымхану, который вообще, вот почему я говорю, неудивительно легендарный. Я прочитаю этот открыл. У меня для лев долгий путь, Джанибек-Султан приброс в тех. Касымхан доложил о прибытии Джанибек-Султана. Касымхан отправил ему на встречу в Степнях Аксакал, и те, оказав Джанибек-Султан под должным почет и уважение, припроводили его Касымхану. Предглядевшись, он, Джанибек-Султан, увидел Касымхана, который как свирепый див восседал на Чингисханском троне, сделан из чистого золота, и четыре угла этого трона были сделаны в виде льва, леопада, тигра, дракона и дракона. На голове у него была украшена драгоценными камнями король Чингисхана стоимостью 70 тысяч туманов. У него были очень светлые глаза, густые черные бровы, длинные гуси и несколько длинных волосий на подводах, и еще три очень длинных волоса, один на правом соске, другой на левом руке, и третий на подводах. И все это признаки настоящего приемника Чингисхана. Тысячи двести лениров сидели вокруг на скамерах, на скамерах. Беремотовый советник сидел по левую руку, справа на красивом сиденье поджав ноги, сидел сын его Касымхан. Ну, это, конечно, не в тракте увлечения, конечно, имеется, но очень интересное описание трона, деталей костюма, вот этого таж, да. Вообще, вот, татарский исследователь Схата, проанализировав источники, рассказывают мнение о том, что в татарских государствах была Гонтрон и Тач, Головной гор. Там есть сведения по, ну, например, материалу, по Крынскому ханству, по Касимскому ханству, и по Казахскому летописную своду, о том, что у этих ханок был трон и была в Венесио, как Головной гор. Поэтому в этом плане очень интересно это сообщили. Казахскому фольклору вы хорошо тоже знаете уже. Ну, конечно, как образное выражение, но надо это в вопросе исследовать. Все-таки источник упоминает такие вещи. Другой очень интересный момент, и это источник, это определение территории владения Касымхана на 16 век. Вот территорию. Там присутствовали и другие измеры страны Востока и Туркестана, простирающиеся на север до берегов реки Едиль, от той стороны степи, а с сапада на острове до китайской степи, тысячи и одного группа, начиная с Абли-Джайра, где будет китайская обладающая благовольность, и на их городе Ташкентской горки Баркенка, граничит со степью на их, а там лежит около тысячи городов и северных. Каким области назначается Касымхан, а Кобан на половину Капиры, на половину мусульман? Каким области, и это, наверное, подразумевается область Туркестана, где по источнику ты упоминаешь 30 городов. Были это некоторые территории, ну и могущество, так же хорошо здесь подчеркиваетесь, понимаем время. Касымхан приказал, чтобы из каждой степной семьи приготовиться по ходу один человек. 700 тысяч человек явились по его приказанию и встали перед шатром хана. А в это время шатры Касымхан были развиты на Литовке, на берегу реки Едиль, где много травянистых руков и источников проточной воды, и добираться туда по стране. Касымхану нужно целый год. Короче говоря, 700 тысяч человек быстро с периодзором Касымхана, и он отобрал 160 тысяч человек, у которых было в боевое снаряжение киргизская лошадь. Ну и здесь очень хорошее упоминание о внутреннем этикете, то есть подарки, приносит Касымхану речи. Ну и дальше, в дальнейшем содержится сведения о походе казахских войск под руководством Абольта Айрхана, и против Сибиридов, где вот соединенные войска узбеков, шейбанин и казаков потерпело поражение в районе Амудари. Ну и сражение это подтверждается и другими источниками, так как в Литисе тоже говорили, что было сражение в районе Саракамыша, в котором казаки и узбеки потеряли поражение, Абольта Айрхан был убит, 30 тысяч степного войска попали в плен к Сибиридам. Возможно, это как бы в логике, может быть, именно эти 30 тысячи составили тот УЛГ-казак, который упоминается только с 16 века, в логике рано не фигуре. Ну это тоже момент, который надо изучать. То есть, вот, Сибиридские правители внимание обращают на происхождение Касымхана, считать его истинным потомком Касымхана, истинным наследником Касымхана. Это тоже момент, что тот период это имело большое значение, все еще сохранялся понятие этого. Это некоторые сведения по Аламодра и Сибири, но сейчас подготовлен перевод текста и комментарий, сейчас он уже будет скоро опубликован в «Антарий Хэмф». Переводом, перевод, был осуществлен на издание, на основе издания книги, но теперь сама задача пойти найти, привезти в Казахстан, по крайней мере, эти рукописи. Сможем отметить, что в проекте задействован очень хороший специалист, преподаватель персийского языка Санкт-Петербургского университета, Зарина Димина Дяндосова, уроженка Казахстана, он прекрасный ориенталист Санкт-Петербургской школы. Это один источник. Кроме этого, есть другой источник, который неохранен сейчас исследователи вводить в оборот, это Харихи Сахарей, который хранится только в библиотеке Ходжималика в Тепиране. Тоже сведения о взаимоотношении к Сифиридов и Касамхану, к письму Касамхану. Текст ответственного письма Касамхану. Тоже здесь тоже говорится о чеканке монет от имени Касамхана, о чтении Хунгера от его имени. Это новый оригинальный сведений, который сейчас только вводится в оборот и вообще необходимо вводить. Сведения о Касамханах Таврех еще Хасамде Коруму, тоже одного из источников, были введены безрекватно усидовать. Конечно, есть, конечно, там неисполнил моменты по интерпретации сообщения. Мы это в свое время еще писали. Но эти оригинальные сведения, которые пока еще не включены в СПИ, научный оборот, это о сражении казахов и узбеков против Сифиридов в 1528 году. Здесь сообщается, что узбек и в СИИХАНО БАЙДООСА обрали огромные войски из Магара, Нахара, Казахара, Туркестана, Анниджана, Отрара, Сейрана, Кабула, Турфаны, Гурманы, Казаков, Истепи и Кричака и Кирбет, и выступил против ВОССЕХ и вида. Тоже сражение в джамском и демоэте, то есть источники. По разному, это двух источников, в трех источниках немецы на сведения. Вот там не говорится Казах в Узбеке насчитывают минимум 80 тысяч человек, в другом 300 тысяч человек. Но то, что было в войске достаточно значительным, не вызывает сомнений. По самому сочинению есть 10 тонн, но именно 10 тонн, это и есть оригинальное сведение, указатор. Тарихи Абрус я не буду останавливаться, тоже более-менее известным, то есть тоже от интерпретации мере, но сейчас у нас пару параграфов из него переведены за мной. Ну и еще один, просто я отметил еще один источник, это Хумас Атасия, при сочинении «Придворной истории» Шаха Сафии I Мухаммеда Масума. Вот здесь имеется сведение об уходе казахско-калмакских пост на Зашкент и Ухару. Извеченный в России казахско-калмак, конечно, не совсем точный, конечно, не только в этом, но и в более других источниках. Сегодня казахи и калмаки объединялись и воевались в какие-то определенные периоды с соперниками. Такие предварительные результаты исследований на данный момент. Работа большая, хотя бы пока будут эти семь, восемь, четыре стихи не слышно изучить. На этот год запланирована командировка в Тегеран, где мы попытаемся все-таки получить кое-какие копии, материал по истории Казахстана. Спасибо. Когда у вас заканчивается срок исполнения? Срок исполнения, как все темы, в следующем году. Я просмотрел частично только по Китапана и Менли, Китапана и Менли, Ирана, но прямо к тексту мы там не снимали, и мы просто знакомились с тем, что имеется. Киргизская лошадь, почему-то здесь упоминается киргизская лошадь, и это стоит более-менее, киргизская лошадь. У нас еще еще нет, как это было. Негаз не по лайкам. Нам не по-устому, мы не по-устому человеку. Алисия-Мария, начальник событий. Продолжение следует... 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 Благодаря всем за просмотр. Вы вначале сказали, что теория Бельфогеля себя не оправдала, а вот насколько я знаю, что теория феодализма, особенности феодализма в Восточных странах на Руси, эта теория до сих пор активно используется в западных странах. Почему считаешь, что она феодализма? Ну, советская, российская историография, в принципе, показала некоторые, скажем, недостатки этой теории, но в прямом случае я бы не стал это говорить, потому что я сказал, что любая теория должна строиться на весомой базе источника. А когда мы все-таки по нашей истории имеем мало источников, тем более по истории Средневеконта, да, данных, да, то строй какие-то теории все-таки опасно. Я бы не хотел. Поэтому теоретически сейчас это сложно, но это, вообще, наверное, это должна заниматься, наверное, особая категория исследователей, специально заниматься этим вопросом. Сколько источников, кстати, много охвачено проектом? Проект на данный момент охвачен 7 источников. Пока стоит задача ввести пока в оборот именно эти 7 источников, по мере выявления мы будем вводить... Это в силу или еще в веке есть? А? Нет, нет. Пока что мы знаем, так что мы знаем. Вода, работа надо здесь. Я так понимаю, еще в научном области пользуются? Нет, в том числе его мало еще не выявлено. Институт в Востокове не занимается, институт в Востокове как раз и Валярна Бабикова занимается этими вопросами, она занимается уходом некоторых материалов, источников. Есть работа довольно-таки новая, да, конечно, не работа одного года или трех лет, это долгая работа, тем более здесь есть, конечно, специфика, потому что источник имеет списки, а списки разнятся. В списках могут присутствовать материалы, которых нет в одном и другом списке. То есть собак, ну, сколько я не помню сейчас, Болгарин списков обработал, что пока создал оригинальный текст «Вода и Альбаха» и «Заинодина». Ну, я точно не помню, но там несколько десятков, и этот занял у него почти три десятка лет. Один источник. То есть всю жизнь мне один знакомый, это хороший очень институт, он в институте сказал, он тоже занимался база основным источником, хорошо. Он говорит, я не хочу, как Голгарин в 30 лет копать на один источник. Это рамбот. Это рамбот. Сервисы делаешь, может, у вас вопрос есть? Вопросы у меня есть. Вопросы у меня есть. Не могу, как это было. Источники Северинского круга. Вопросы у меня есть. Не могу вверх, потому что не на него. Мемлекет, который является в основном, наиболее 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 наиболее. Казахстан. 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 Но это не только в Казахстане. Я так понимаю, что это не только в Казахстане, но и в Казахстане. Вот, самый дорогой, самый дорогой. Но я не знаю, что это было в Казахстане. В этом году мы говорим, что «Абинхайр хан» будет создать Ленинграду. Но в нем мы говорим, что, в чем она говорит, что «Абинхайр хан» будет только один из них. Вот мы говорим, что Абрыкайр хан, которые обезли, нахуй поднимают. Абрыкайр хан, который обезли, Ахмед练, который обезли, что это мир. Но это не так. У меня нет, но это не так. Абрыкайр хан, Керемен Жаневек, агыл-кайды маңайында жүркен, агыл-кайтын көрдеректартын ма, кейсіншеде, они біл куровын не кеме дейді, дамын мезу неме бола барасыда дейді. Сондықтан Керемен Жаневек түң агыл-казақантын қалыптастырана, агыл-кайтана қалыптастыру. Бірақ, жаңын қайтана қалыптастырана, дағын луизын қатауы бар. Керемен-кайтын директері ақылы бар. Ак ұрдан қалыптастырана, ағын қалыптастырана. Ағын қазақтан дейді, біздер дирек жоқ қазақтар. Ағын өз атауы бар мемлекет. Сондықтан, ағын қайтадан, ағын қазақ мемлекеттерің басталу бұғанымен, қазақтан қайта қалыптастырана келіптірген кез, он в 15 лет году в 12 садарском книге. 6 лет назад он был в 15-15 садарном книге, он был в 15-15 садарном книге. 이런 фразы, они ваше время. Ставьте вас, пожалуйста. Мы не знаем, что казах от него нет. Она не укрепляет. Играет музыка. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 ДimaTorzok